Фрэнки Неужели не видишь? Ради бога, только посмотри на него. Вы близнецы. Вы близнецы. Так я и поверил. Братец. Дверь, видите? У вас есть секунд, чтобы убраться отсюда. Или будем говорить по-другому? Почему ты не хочешь их выслушать? Пять секунд. Ну хватит, Алекс. А ты куда, братец? За ней собрался? Взять. И ты тоже. Ладно, поговорим. Вам известно имя Гриффит? Скажите, а в Нью-Йорке известно имя Рокфеллер? Ну, скажем, Рамет Занг. Да, ну и что? Ну, а почему вы об этом спрашиваете? Вот почему. Туннель Виктории Харбор построил человек, на которого я работал после окончания войны с Вьетнамом. В середине работ, в середине работ возникли финансовые проблемы. И он пригласил Гриффитов партнеры. Гриффит тараком взял в долг. Крупную сумму у семейства Зангов. А когда туннель был уже построен, уникальные знания моего хозяина стали им уже не нужны. Они наняли убийц и прикончили его вместе с его женой. Но убийцы просчитались. В живых остались два их сына. Младенцы, которых они тоже хотели убить, чтобы эти никогда не заявили о своих правах. Чушь собачья. Пол и Кэтрин Вагнер с двумя сыновьями. Чадом и Алексом. Мы найдем этих подонков. Что дальше? Они найдут Раймонда Занга. Может, вы захватили с собой армию? Ты что, ничего не понял? Наши родители. Посмотри. Слушай, не навешивай мне лапшу на уши. Дать тебе совет. Забирай побыстрее шелковые трусы. И уматывай в Диснейленд. Понятно. Ничего. Фрэнки, я с тобой. Как всегда. Ладно. Не терпится рисковать своей шкурой. Я с вами.